11.06 в Кирове. Начинается программа «Дневной разворот». В четверг ее ведут Анна Лапшина. И Светлана Занько. Всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. И не болейте вам, что называется. Мы сегодня без гостя, потому что в первом часе мы ждали Сергея Тувалкина, президента Вятка Банка. Хотели поговорить с ним о случившихся изменениях, в частности, если можно так сказать, о разводе Вятка Банка и Норвиг Банка Латвийского. Но Сергей Геннадьевич, к сожалению, большому заболел. Как и многие кировчане. Как и многие кировчане. 39 температуры. Мы желаем ему здоровья. И мы желаем здоровья всем, кто болеет сейчас, и поскорее вернуться в строй. Да, но мы, безусловно, не оставляем эту тему. И я думаю, что в ближайшее время, как только Сергей Геннадьевич поправится, мы встретимся и на все вопросы, в том числе и клиентов Вятка Банка. Коими мы с тобой тоже являемся. Да. Вот одного из банков, клиентами которых мы являемся. Обязательно расспросим, зададим все вопросы и дадим возможность вам, слушателям, в прямом эфире пообщаться с Сергеем Тувалкиным. Ну и поэтому мы абсолютно, конечно, изменили тему. Переиграли. Благо, да, поводов для обсуждения множество нам дала городская администрация за последние две недели. И так приятно. Вот раньше у нас, знаешь, у нас раньше... Затишье. Да, раньше новостные поводы, они просто выдавались из соседнего здания серого правительства Кировской области. Раньше, два года назад, я имею в виду. Но сейчас тоже выдаются, но они какие-то не такие, наверное, может быть, близкие сердцу, что ли? Не такие яркие, я бы сказала, может быть. Или яркие, да, вот такие интересные какие-то. А вот то, что сейчас выдает администрация, это бурная деятельность и обсуждение, самое главное, которое происходит на различных советах. Городостроительный совет фантастически притягательным стал, да. Даже на городской думе, да, с участием представителей городадминистрации. Начались жаркие дискуссии. Стало интересно, жаркие дискуссии возникают. У нас вчера коллеги в службе новостей говорили, слушай, как жаль теперь, что вот мы не всегда попадаем на заседание городской думы, потому что там много интересного. Вот, ты понимаешь, да, теперь точкой притяжения является мэрия города Кирова. И несколько таких последних инициатив, высказываний, оценок мы хотели бы обсудить с вами, уважаемые слушатели и горожане. 211-101, напоминаем. 211-101, совершенно верно. 211-101. Мы предлагаем вам к обсуждению три темы, которые были заявлены в последнее время. Первая тема. Шульгин предлагает застроить овраг Засора. Давай сразу процитируем и дадим выбор нашим слушателям. Давай. Значит, что говорит Илья Вячеславович? Он предлагает объединить, он предлагает возвести в овраге Засора спортивный комплекс и школу, предлагает объединить спортивно-образовательный городок, где дети после уроков смогут пообедать и сразу отправляться на тренировки. Представляешь, твой ребёнок ходит в школу в центре города, тут же он может пообедать, тут же пойти на тренировку и потом уже, пожалуйста, домой делать уроки. Я так понимаю, идея-то хорошая, единственный минус, может быть, это вопрос рельефа и сложности застройки, ну и вообще решение того, что делать с этой землёй можно, а что нельзя. Ну вот Ильей Вячеславович пока что, он не считает, что есть какие-то нерешаемые задачи, он предлагает вот такой вариант, он обсуждается, обсуждается. Мы предлагаем слушателям сейчас 211-101 высказаться, видите ли вы какие-то препятствия, не видите никаких препятствий, поддерживайте, предлагайте собственное решение. Застройка оврага Засора, ещё раз, Шульгин предлагает там спортивно-образовательный городок возвести. Вот только единственный момент, я не знаю, там в каком конкретно овраге. Ну, я так понимаю, что об овраге, который ближе к городской администрации, и тем более об овраге, где ботанический сад, речи не идёт, то есть там всё благоустроено. Речь идёт о двух частях оврага, то есть тот... Прилегающий к улице Ленина, скажем, с одной и с другой стороны. Да, часть, которая рядом с твоим домом, да, и где стоит недострой бывшего, несостоявшегося китайского медицинского центра. Вот, и второй, тот, который уже утленинен в сторону Трифонового монастыря. Вторая тема, которую озвучил тоже Илья Вячеславович Шульгин и другие представители городской администрации, она касается трамплина. Да, потому что городская администрация предлагала трамплин снести или заморозить, а Илья Шульгин предложил подумать о его восстановлении. Правильно я поняла? Не совсем так. Я так понимаю, что обсуждается сейчас два варианта. Будут смотреть, в каком состоянии находится тот старый наш трамплин, один из самых известных в Советском Союзе, построенный ещё в 51-м, по-моему, году. Имеет ли смысл его вообще восстанавливать, сколько денег на это потребуется? Или имеет смысл, может быть, его снести, построить на его месте что-то другое, спортивное, может быть, того же направления? Да, ну давай мы всё равно можем предложить нашим слушателям обсудить высказывания Шульгина насчёт того, что в России немного мест, где можно заниматься этим видом спорта. Этим это с прыжками с трамплина, на лыжах, понятное дело, не просто так. У нас прекрасный климат, чтобы этим заниматься. Ну вот, между прочим, коллеги из портала «Свойкировский» сделали большой материал. Они поговорили с тренерами, которые раньше работали, раньше, господи, сколько же лет назад. Я помню, что мой одноклассник, Артём Ледоных, занимался этим видом спорта. Хорошая у Артёма фамилия. Не признаюсь, когда это было, сколько десятилетий назад. Но и спортсменами, которые как раз там занимались. Вот, у нас прекрасный климат, чтобы заниматься прыжками на лыжах с трамплина. В общем, нужен Кирову трамплин или нет? К обсуждению. Итак, засора, трамплин. И третья тема, которую мы предлагаем, это градостроительный совет, на котором тоже Илья Вячеславович Шульгин присутствовал. Завернул проект внешней реконструкции торгового центра «Баска». Напоминаем, это на улице Воровского. На перекрёстке с Попова, близко к перекрёстке. При въезде на мост, если из центра говорить, через железную дорогу, который предлагалось раскрасить или всё-таки панелями закрыть, яркими такими, радужными. Я так поняла, что раскрасить, потому что говорилось о покупке краски. Краски. Раскрасить всеми цветами радуги. Я думаю, что все уже посмотрели на этот проект. Назвал такое решение Илья Шульгин цветовым экстремизмом. Ой, жаркие споры были. Так вот, цветовым экстремизмом. На что Ян Евгеньевич Батарёв, известный нам всем юрист, сказал, что... Значит, что он сказал? Он сказал следующее. Я бы на месте «Баска» вообще наплевал бы на все градсоветы и руководствовался исключительно своими правами. И ещё он сказал, что сегодня «Баска» пытается диктовать, в какой цвет фасады красить, а завтра к нам домой придут и будут указывать, какие нам обои клеить и какого сорта картошку в огороде высаживать. Значит, руки прочь от наших прав, говорит Ян Чеботарёв, и предлагает свои услуги абсолютно бесплатно владельцам «Баска», дабы красить это огромное здание в те цвета, которые владельцу нравится. Вот может, собственно, принимать... И наплевать на все градостроительные советы. Такие решения самостоятельные, без учёта мнения властей и мнения горожан. Не хотите, чтобы так было, чтобы собственник принимал решение, как хотел, и красил, как хотел. Это чревато ведь, Света, на самом деле. Это мы с тобой начинаем обсуждать. Пусть слушатели скажут. Вы хотите, чтобы собственник любого здания в городе Кирове раскрашивал свой дом как угодно, вот как хотел, как придумалось, и наплевал на все градостроительные советы? Или нет? Сейчас нам уже показывает звукорежиссёр, что надо бы на перерыв выходить, но у нас есть ещё одна минутка, на самом деле. И мы можем анонсировать ещё одну тему. Мы сейчас будем подключать Дмитрия Шиляева, руководителя Центра современного искусства, галерея «Прогресса». Речь пойдёт о событии, я не знаю, может быть, какой-то инициативе, которая обсуждалась, я так понимаю, вчера на встрече Ильи Шульгина с общественниками. Это создание в Кирове Центра современного искусства, более масштабного, нежели то, что сейчас представляет из себя галерея «Прогресса». Всё верно? Я бы не так, наверное, сказала. Тут у нас приезжает господин Мединский, всем известный. Да, на открытие детского космического центра. И я уж не помню, на городской думе, наверное, Илья Вячеславович Шульгин сказал, что вот Мединский приедет, мы будем ему предлагать открыть в городе Кирове Центр современного искусства. Правильно и нет? Ну да. Вот. И все написали про это, в том числе мы тоже написали, что у Мединского попросят Центр современного искусства. И все стали говорить внизу, пишут в комментариях наши слушатели, что расскажите Шульгину про Центр... Он же уже есть! ...галереи «Прогресса», галереи «Прогресса». Так вот, мы как раз хотим сказать, что Шульгину было рассказано и показано ещё в прошлом году, когда впервые он встречался с общественниками, обозначались проблемы, которые перед галереей «Прогресса» как раз стоят. А тогда стоялась серьёзная проблема продолжать галереи своё существование по адресу Горького номер 5, дом номер 5 или нет. Потому что арендатор, а это арендованное помещение, решил поднять цену на аренду. То есть сначала была аренда льготная, которую галерея могла как-то тянуть, а потом решили сделать коммерческую, которую галерея потянуть уже не могла. Это была серьёзная очень проблема, потому что другого помещения нет, и речь уже шла о прекращении существования такого замечательного места, на мой взгляд, замечательного. Но мы у Дмитрия Шиляева спросим обязательно, чем закончилась эта история. Да, это первый аспект, когда состоялась встреча. Это был ноябрь месяц, первая встреча как раз. А второй аспект, вчерашняя очередная плановая встреча с общественниками, там тоже Дима был, и где зашла речь о приезде Мединского. И, кстати говоря, Илья Шульгин предложил, я там была, поэтому могу сказать ответственно, он предложил Дмитрию Шиляеву, как человек, который один из лидеров движения такого, и культурных лидеров нашего города, он предложил подумать над тем, а что именно можно попросить у Мединского, возможно, как раз новый какой-то центр современного искусства, как это должно выглядеть. То есть речь идет о строительстве отдельного какого-то помещения или нет? Не идет. Вообще ни о чем таком оформленном речь не шла. Вот эту мысль, это предложение, что попросить у Мединского, нужно оформить. А вот это четвертое предложение нашим слушателям. Мы, конечно, сейчас у Димы после перерыва спросим, что можно бы предложить, если он успел подумать со вчерашнего дня. У слушателей давай спросим, что попросить у Мединского. О, хороший какой вопрос. Что бы вы попросили? Сейчас все остальные три наших темы для обсуждения люди забыли, а что попросить у Министра культуры? Запомнили. И после перерыва вы сможете подключиться по телефону 211-101 и свои предложения нам в прямом эфире высказать. Продолжается дневной разворот. Продолжается разворот. Светлана Занько, Анна Лапшина по-прежнему в студии. И на телефонной связи с нами Дмитрий Шиляев, директор Центра современного искусства Галереи Прогресса. Давайте сразу с места в карьер Дмитрия будем подключать. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Анна. Здравствуйте. Здравствуйте. Тут еще Светлана тоже есть. Я сказала. Светлана, добрый день. Здравствуй, Дима. Смотри, вчера все СМИ разместили новость о том, что Илья Шульгин заявил, что рассматривается вопрос о создании в Кирове Центра искусств. И с такой просьбой, возможно, помочь в создании Центра искусств готова обратиться к господину Мединскому, которая, как нам известно, является министром культуры Российской Федерации. И тут наши слушатели сообщают в комментариях сразу Илье Шульгину, даже не Илье Шульгину, а нас, видимо, просят, расскажите, говорят, кто-нибудь чиновникам про Галерею Прогресса. А мы уже с Аней тут слушателям сказали, что мы рассказали и показали даже чиновникам, в честности, сити-менеджеру Галерею Прогресса. Им больше того, рассказали, что вчера была рабочая группа, где Илья Вячеславович Шульгин напрямую к тебе обратился и попросит поучаствовать в формировании вот этого предложения господину Мединскому. Так, подтверждаешь мои слова? Да. Успел ли ты за ночь подумать, и в какой вообще области и направлении это предложение могло бы лежать? Света, ну, вы знаете, это давно уже внутри есть понимание, и самое главное, что есть положительная практика мировых проектов, которые на сегодняшний день успешны. Вот, допустим, Илья Вячеславович правильно сказал, что нужно, у нас точно такое же понимание, собрать в одном месте, скажем так, талантливые творческие проекты, объединить их с проектами, связанными с искусствами, с искусством, то есть искусство, культура, дизайн, они могут находиться в одном проекте. Это могут быть даже несколько проектов, которые являются в статусе галерей, некоторые могут быть в статусе музеев, это могут быть площадки творческие, каворкинг. Это, собственно, не нами придумано, это все уже реализовано в Москве, в Санкт-Петербурге, и мировая практика того же, допустим, Нью-Йорка показывает, что когда заходит, ну, так же у них все происходило, то есть мы сейчас живем в постинтернациональном обществе, и когда производство в стране остановилось, в некотором, как бы, в том объеме, в котором было раньше, и на сегодняшний день оно, как бы, не востребовано, и эти, как бы, часть заводов заняли в Нью-Йорке творческие площадки и начали там делать, собственно, проекты, связанные с культурой, искусством и дизайном. Из этого следует, да, из этого следует, что в Кирове... Из этого следует то, что, как бы, они поменяли, скажем так, неперспективные районы, в которые никто не ехал, там недвижимость через некоторое время стала стоить дорого, и это один из, собственно говоря, экономических показателей, да, а другой, как бы, то, что, объединившись, они смогли привлечь больше внимания, потому что на сегодняшний день очень важный момент, чтобы, допустим, власть, и вот в лице Вячеслава, что, как бы, они пошли навстречу и сказали, что давайте мы вот найдем какую-то площадку, вы нам посоветуете, и она может существовать при поддержке администрации отчасти, потому что все культурные проекты, они в этом нуждаются. И мировая практика, опять же, показывает, что взаимодействие власти, бизнеса, творческих каких-то инициатив, они смогут привести, как бы, положительную результат. Да, Дим, давай ближе к Кирову, пожалуйста. Где конкретно можно было бы создать подобную площадку, и какие творческие объединения, галереи или мастерские ты представляешь себе на этой площадке? То есть они все должны базироваться в одном месте каком-то? Они должны, конечно же, безусловно, базироваться в одном месте. Идеально это какой-нибудь завод, который не работает, но, насколько я знаю, их сегодня не существует. Это должен быть, конечно, за центр города, потому что люди, пожилые, ходят к нам и говорят, что мы ходили бы на все проекты, но, к сожалению, ходим иногда не на все. Поэтому это периметр нашего центра города, это периметр Воровского, Октябрьский проспект, набережная и до улицы Просоюзной. Вот этот квадрат, это было бы идеально, если бы там появился центр, который работал бы во всех направлениях. Культура, искусство, творчество. Что он подразумевает по творчествам? Это как бы мастерские, которые шьют, мастерские, которые делают уникальные подарки. Они могут находиться в этом периметре. И этот центр искусства, культура, выйдет совершенно на другой уровень. От него совершенно другой будет польза городу и области. А помнишь, вчера еще на рабочей нашей встрече снова поднимался вопрос, что делать с тюрьмой, которая находится в черте города? На набережной СИЗО имеется в виду. И не рассмотреть ли ее как вот такой центр? Вы знаете, импульс на самом деле происходил от прекрасного Бориса Павловича еще в те времена. Если говорить правду, он тогда еще заявлял о том, что, представляете, проект мирового масштаба, что из тюрьмы сделать культурный центр. Идея прекрасная. То есть как бы в России, в городе Кирове жизнь выходит на другой уровень. То есть мы меняем среду, которая сегодня находится, это место в одном направлении, в самом другое. Вы бы туда переехали из галереи? Мы бы переехали до того, когда она переставит быть тюрьмой. Ну, естественно. Это да. Конечно. Но все-таки я так понимаю, что просьба была оформить в каком-то понятном, логичном виде, не только на словах, но и в каком-то письменном предложении. Вы будете над этим работать? Местоположение тюрьма, Александровский сад, это идеальное, вот это набережное. То есть надо двигаться туда, куда идут люди. Мы тогда бы смогли все вместе сделать город интереснее. И это точно, потому что есть положительная практика. Спасибо. Да, подождите. А вот у меня вопрос такой. А там тема строительства, строительства отдельного какого-то здания или комплекса, я так понимаю, не рассматривается. Это слишком дорого. Я предложил, как бы я вчера поднимался вопрос, Юлия Вячеславович, вам нравится, который является самым успешным в России. Безусловно, это площадка гараж в парке Горького. Ну, понятно, что таких денег, давайте будем реалистами, таких денег у нас нет и вряд ли бизнес в этом вложится на сегодняшний день. Но там были деньги, не муниципалитета, конечно. Ну да, то есть чем современнее искусство, тем оно как бы больше нуждается в поддержке. Дмитрий, еще такой вопрос. Светлана рассказывала до перерыва о том, что инициировало, собственно, в некотором смысле вот эту всю историю. это ваши проблемы, не знаю там проблемы, не проблемы с арендодателем и поднятием арендной платы для галереи прогресса вот именно по тому адресу, где вы сейчас находитесь, на Горького 5. Эта проблема была осенью. Она поднималась, но сегодня мы с арендодателем решили... Разрешилось. На год у нас аренда продолжена. Отлично. В том же сумме, которая была обозначена. Отлично. Ну что, Дмитрий, ведь, наверное, зададим мы вопрос про выставку, которая сегодня открывается. У вас сегодня выставка открывается, по-моему, финской документальной фотографии, если я не путаю. Это прекрасная выставка финских фотохудожников, вот всем, кто занимается фотографией, и вообще, кому интересно европейское искусство. Вот, вручаюсь. Уровень высокий. Сразу, Дим, надо сказать, для Роскомнадзора, особенно отдельно, какое там возрастное ограничение? Шесть плюс. О, отлично. Можно с детьми. Можно с детьми. Шесть плюс, можно с детьми. Спасибо большое. Спасибо вам, что вы поддерживаете современную культуру и искусство. Вам низкий поклон. Спасибо. Ну вот, видишь, сорвали еще и комплименты. Дмитрий Шеляев, директор Центра Современного искусства Галерея Прогресса, был с нами на связи. А чтобы вы попросили у господина Меденского, чего не хватает в Кирове, в области культуры, пожалуйста, 211-101. 211-101. Можете придумать свое назначение для возможно высвобождающейся тюрьмы. Ну я просто говорю, что поручение такое. Вот мы вчера, когда обсуждали эту историю на рабочей группе, Илья Вячеславович Шульгин сказал, что на самом деле вот эта идея, которая прозвучала в очередной раз на круглом столе «Скажи, что не так», она уже обсуждается в администрации. Дано поручение с органами УФСИН проработать эту историю, как вынести тюрьму действующую, имеется не все здания, а за пределы города Кирова, чтобы она не находилась здесь в центре. И дальше уже рассуждали о том, действительно ли пригодны эти здания пока внешне, о чем мы думаем, могут ли они быть, естественно, не обследованы и не знаем там состояние для, например, культурно-образовательного какого-то центра. Но Антон Касанов как раз на круглом столе «Скажи, что не так», пояснялось, что это тюрьма XIX века. Во-первых, каменные толстые стены. Во-вторых, мы понимаем, что УФСИН поддерживает в рабочем состоянии все эти здания. Скорее всего, они неплохо сохранены. В-третьих, мы помним, прекрасно и знаем опыт международный, потому что тюрьмы повсеместно во всех городах превращаются в гостиницы или как раз в галереи. Я сама лично в такой гостинице в Оттаве в молодом возрасте ночевала в камере за решеткой. Не страшно было? Там хостел был сделан, доступная. Прямо в центре города огромная тюрьма. Нет, прекрасный вид совершенно из окон. Мы были молодые, и нам было очень весело в этом смысле. Это был первый опыт. Я тогда впервые с этим столкнулась. Теперь мы знаем, что это повсеместно. Но еще раз, 211-101. Обсуждайте вместе с нами, что попросить у Мединского. Может быть, подобрать краски к торговому центру БАСК? Мединский такой, с палитрой сидит. Да, с палитрой сидит. Вот это, пожалуй, вот это. Так вот, вчера, когда рассуждали по поводу, что можно сделать с тюрьмой, оставлять или нет, и эти здания приспособить или нет, он как раз сказал, вот что интересное, что это место требует высотной доминанты, чтобы... Эти вот слова доминанты. Это страшно. Звучит. Цветовая доминанта, высотные доминанты. Потому что, как вы помните, рядом находится дом, высотка многострадальная, который строит КССК, КССК, и которую планировали построить что-то 24 этажа. Потом общественность возмутилась, была куча протестов, в том числе и в нашей студии, и не дали построить такую высотку, потому что и нельзя строить в этой черте такую высотку. И, по-моему, она сейчас будет чуть более 14, что ли, этажей она будет. Но Шульгин сказал, что надо вот эту доминанту тоже как-то поддерживать, раз уж она будет торчит. Уравновесить надо. Она там торчит, ее нужно уравновесить. Мы предложили, ничто же сумняшися тут же, построить тогда накрыть тюрьму стеклянным, высотным стеклянным. Я думала, вы предложили построить трамплин на место тюрьмы. Нет, ну на самом деле, смех смехом, но историю со зданиями, которые можно каким-то образом старинно преобразовывать, ведь это самое современное направление, поддержать исторические здания все равно вплитая их в современный дизайн. Потому что я вот в то время, как ты была в Америке, я была в Страсбурге, там здание старинного вокзала Страсбургского, тоже такое каменное. Он действующий? Безусловно, действующий. Вот фасад, весь фасад, он великолепный, с огромными часами, красивыми. Он прикрыт таким с крыши до земли, он прикрыт таким стеклянным прозрачным куполом. То есть фасад просвечивает сквозь него, а ночью светится, например, и этот купол не только не закрывает, а как бы подчеркивает бережное отношение к этому фасаду в то же время. То есть он не только как арт-объект существует, он такую утилитарную функцию исполняет. И увеличивает площадь. Там вход в метро, вход на нижние палубы, хотелось сказать, вокзала, на платформы. Там кассы размещаются, и смотрится это очень круто на самом деле. И такие примеры наверняка ты тоже видела и в Европе, и в Америке. Мне просто кажется, что это потребует таких больших затрат, что идея умрет, не успев родиться. Мы же мечтаем, потому что Мединский тоже мечтатель. Может, он разделит наши мечты. 211-101 мы предлагаем вам мечтать вместе с нами. Что попросить у Мединского, а он приезжает уже в 20-х числах марта. В 20-х числах марта приезжает в город господин Мединский. Минист культуры. Мы наоборот наколдовываем так. Илья Вячеславович Шульгин предложил культурным деятелям города Кирова придумать, что у него попросить. Мы вам тоже предлагаем это сделать. Что попросить у Мединского? Может быть, мы тут с Аней уже наваяли предложить выбрать краски для Центробаска. Мы тут предлагаем, например, уже с тюрьмой. Превратить ее в культурно-образовательный центр. Вот у нас задумались власти, что делать с оврагами засора. Например, трамплин можно превратить в культурный центр. Что хотите. Между прочим, не надо забывать о мечте нашего губернатора. Концертная площадка мирового уровня. У нас есть звонок от слушателей 211-101. Здравствуйте. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Лия. Да, Лия, пожалуйста. Я хотела бы высказаться по теме вашей передачи. Давайте. Из того, что вы озвучили, все очень важно. Но номер один это трамплин. Он должен работать по своему прямому назначению. прыжки из трамплина это олимпийский вид спорта. И трамплин обязательно должен быть в нашем городе. По поводу галереи прогресса. Это идея о том, что современное искусство должно присутствовать тут в нашем пространстве. Она уже не умрет. Но то, что мы сейчас имеем на Горького 5, это просто позорище. Она сыграла свою роль это галерея прогресса. И спасибо большое. Но дальше существовать в таком виде, я думаю, это просто стыдно. Сейчас очень в большой моде стиль лофт. И как раз подыскать пустующее промышленное помещение для такого для галереи прогресса это было бы очень здорово. Это в Кирове был бы последний писк моды. очень нужно, чтобы галерея прогресса обрела достойное помещение. Лия, спасибо. Мы поддерживаем. Ну, кстати говоря, это история. 211-101. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть предложение набрать Антона Касанова, все-таки, раз уж ты упомянула его в истории в связи с его. Если сейчас наш редактор успеет это сделать, мы обязательно его подключим. В-третьих, у меня сейчас почему-то родилась такая мысль. Я не знаю, как это сделать юридически, возможно ли это вообще. Реконструкция центра фабрика на Карла Маркса, которая затянулась на долгие годы. Он уже принадлежит частному владельцу. Я знаю, но ведь можно каким-то образом решить этот вопрос. Там строительство должно быть. Ты видела, что там осталась буквально одна стена? Там одна стена осталась от исторического здания и очень жаль, потому что на самом деле, конечно, хотелось бы восстановить в том виде, в котором это было до пожара. Хорошо, хоть стена осталась, восстановленная, кстати говоря. И если была бы такая возможность, мне кажется, это было бы прекрасное место. Если Антон не отвечает, давайте дадим возможность слушателям все-таки с нами поговорить. 211-101. Давайте со слушателями будем разговаривать. Осталось немного времени, а предложение, я уверена, у наших слушателей есть. Я согласна, кстати, Лию поддерживаю. Вот вчера именно говорили о том, что необходимо здание в стиле лофт. Об этом говорил и Илья Шульгин, об этом говорил и Дмитрий Шеляев, что нужен лофт. Но вот в центре города у города вообще не осталось каких-то там помещений, которые подошли бы по этому стилю где-то здесь. Есть где-то на выселках заброшенные уже турбазы или что-то такое, что совершенно не подходит. Мы тут знаем, что у нас тут инструментальный завод вот через Дериндяево, как он называется? Станкостроительный. Станкостроительный, кстати, я на него тоже все смотрю, на это серое здание. Ох, там бы классная галерея и не одна разместилась бы и мастерские. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии, кому принадлежит и что там работает на самом деле. 211-101. Что попросить у Мединского? Вот Лея нас поддержала и сказала, для галереи прогресса большое новое современное здание в стиле лофт и старинное. Не обязательно большое, главное, чтобы оно было в центре города. Мы вот с Аней тюрьму предлагаем преобразовать в культурный центр тоже, пожалуйста, с гостиницами, мастерскими и галереями. Илье Шульгину предложили там еще, если нужна, доминантовый сонтный, стеклянный купол какой-нибудь построить, пожалуйста, для доминанты. Ну, сейчас выслушаем предложение очередного нашего слушателя. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, вот вы говорите все Баска-Баска. Представьтесь, пожалуйста, простите, представьтесь, представьтесь, пожалуйста. Людмила. Людмила. Баска-Баска, да. Я живу вот тут как раз у Баска. Да. Вот вы говорите о нем, а его уже все сделали. Уже вы что, вчера, позавчера, третьего дня там все, люди работали, его уже все, все обрисовали. Покрасили? Разрисовали? Очень красивый цвет. Такой кофейный. Мне вот понравилось. А он стал кофейным, этот центр Баска, а должен был быть радужным. Ну, что радужный? Ну, а радужный. Вот напротив, синие здание, так вообще очень некрасиво. Вот. Не нравится вам, да? Не нравится. А вот Баска сделали очень хорошо. Кофейного цвета и приятно глазу. А что бы вы, Людмила, попросили у приезжающего, дай бог, в наш город Владимира Мединского, министра культуры Российской Федерации? Да, я слышала. Ага. Ну, все, до свидания. Вот так. Хорошо, 211-101. Опасаются люди, Вот Баска кофейного цвета, больно Баска. Аня, понимаешь, вот людям нужны вот какие-то... Подожди, я вот прямо не верю. Нет, конечно, это очевидец, надо съездить и посмотреть. Может быть, это грунтовка. Мы очень быстро успели. Может быть, это грунтовка кофейного цвета. И оставить в грунтовке. Тоже современник, я бы сказала, дизайн такой получается. Она не сохранится, ее же закрывать надо. Тебе идея. Ты опытный в этом смысле человек. 211-101. Что попросить у Мединского? Где нам новый нужен культурный центр или концертную площадку или еще что-то? Есть телефонный звонок. Антон Касанов у нас на линии подсказывает мне редактор. Антон, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Антон, два вопроса у нас. Ну, во-первых, что попросить у Мединского, который приезжает. Во-вторых, мы вчера на рабочей группе с Ильей Шульгиным вспоминали о судьбе тюрьмы городской. И он, честно говоря, удивил меня тем, что вот после нашей встречи на круглом столе что скажи, что не так, он сказал, что распоряжение уже относительно судьбы тюрьмы дано. То есть, в каком смысле, что обсудить этот вопрос о выносе тюрьмы за черту города Кирова с Уфсином. И дальше уже можно, видимо, все-таки строить какие-то планы на саму тюрьму. Нас интересует, надо ли, с вашей точки зрения, этот объект вообще сохранять и как можно было бы его применить в жизни города? Ну, сохранять, я считаю, что безусловно нужно, потому что это вообще на самом деле тюремный замок, который появился в Вятке еще в 1836 году. И это была одна из таких достопримечательностей города. Его показывали приезжим и чиновникам, в том числе приезжим. И при всем при этом говорили, что вот, посмотрите, у нас город какой развитый, какая хорошая у нас есть инфраструктура, потому что в нашем городе есть тюремный замок. То есть, поэтому объект действительно очень важный. И тем более, что мы знаем уже общероссийскую практику, общемировую, когда бывшие в тюремных замках делают какие-то объекты, связанные с культурой, с музеифицированием и так далее. То есть, на самом деле, предложением по сохранению тюрьмы, превращению его из СИЗО в какое-то учреждение культурное, там, я считаю, достаточно интересно, и это можно сделать, и нужно сделать. Только то, с чем я не согласен, на то, что там было предложение построить тюрьмы со стороны главы администрации какую-то очередную многоэтажку, то есть, мне это просто не понятно, зачем это нужно делать здесь, у набережной, у прогулочной зоны, да, вот это вот то, с чем я не согласен. Чтобы поддержать высотную доминанту, которая там вот сейчас КССК никак не может завершить, но мы ему, Антон, предложили построить, может быть, какое-то стеклянное здание, которое впишется в ансамбль тюрьмы и разместить там тоже, вот торгово-промышленная палата в свое время хотела, может быть, за ее счет из тюрьмы отреставрировать, как-то так. Ну, я просто не понимаю, какие еще нужны доминанты, потому что и так уже, как бы раньше, когда к нам приезжали гости, они ездили за реку смотреть на панораму города, да, то есть она была очень ровная. С колокольнями, Антон, она с колокольнями была. Смотреть, то все очень плохо. Так, что у Мединского попросить? Может быть, как раз и попросить посодействовать в превращении тюрьмы в культурный центр? Ну, не знаю, насколько он относится к такому предложению, на самом деле, да, потому что, мне кажется, разговаривать с чиновниками о судьбе тюрем как-то в наше время... Опасно. Как-то да, это чревато. Поэтому, не знаю, наверное, надо попросить довести те проекты до конца, которые есть уже в культурной плоскости у нас. То есть то, что связано с детским космическим центром. Но он его приведет за это открывать уже? Так ведь, мало его просто открыть. Нужно, чтобы он работал, нужно какое-то финансирование и так далее. Вот. А так, на самом деле, я никогда не задумывал в том, что его нужно попросить, потому что, честно говоря, мне вот у Мединского ничего попросить не хочется. Хочется попросить обещать и банить и каким-то образом обеспечить вообще свободу в культурной плоскости, чтобы вот эта цензура, которая появилась в последнее время, она была уничтожена. Сошла она нет. Была уничтожена. Спасибо. Спасибо, Антон Касанов, историк, общественный деятель. Есть еще две минутки. 211-101. Еще кто-то успеет. Один счастливчик может дозвониться и предложить, что попросить у Мединского и высказаться насчет судьбы тюрьмы, баска, трамплина и оврагов засора. 211-101. За счет оврагов засоров, кстати, если все-таки рассматривать вариант со строительством какого-то отдельного объекта, ведь овраги засора могут быть и площадкой не только для образовательных детских учреждений, но может быть и для культурных учреждений тоже. Есть слушатель у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и высказывайтесь. Надежда. Школа в овраге это ужасно. Почему? Я думаю, что в стране нигде нет школы в овраге. И уже намечено предварительное планирование, то есть будут потрачены зря деньги. У нас что, некуда деньги вливать? Так, предложение конкретное. Давайте без претензий предложение сразу. Трамплин мне нужен тоже. Этим спортом занимаются единицы. Нужно развивать массовый спорт, где много людей занимаются. А 650 миллионов тратить на новый трамплин это тоже никуда не годится. Предложение Мединскому? Никаких нет предложений. И так у нас всего полно. А в овраге-то все-таки что? Школу там ни в коем случае. А что? А если не школу? А? А если не школу, то что? Да я думаю ничего, засадить красивыми деревьями и там кустарники. Парк сделать. Да? Ничего там не практично будет построено. Все, спасибо. Ну, кстати говоря, Людмила же, да, наша слушательница? Надежда. Надежда. Она подтверждает насчет оврагов, она подтверждает то, что говорят наши слушатели на сайте хакерова.ру. Они говорят о том, что не надо ничего строить в оврагах. Надо скверы, скверы и только скверы. Людям не хватает вот теперь уже говоря о доминантах, зеленых доминант в центре города. Ну, небольшой совершенно же участок действительно в том районе. Вот он был всегда зеленый и вдруг началась какая-то застройка, наверное, не самая хорошая. Да? Тоже история, особенно теми людьми, которые рядом живут, воспринимается негативно. Это я на тебя сейчас смотрю. Очень негативно. Анна Лапшина, Светлана Занько, да, нам пора прощаться. Первый час закончен. Во втором часе мы будем говорить о фестивале «Вятская весна». К нам придут директор Вятской филармонии Андрей Скальный и солист Вятской филармонии Кирилл Запольский. Он принесет с собой скрипку. Да, мы будем слушать музыку. «Вятская весна»